Белое Без фака живет Ньютон не забыт Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон не забыт Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Итак, статика Для того, чтобы тело покоилось Нам нужно, чтобы тело поступательно не двигалось Чтобы центр масс стоял на месте А для того, чтобы центр масс стоял на месте Надо, чтобы, я напомню Импульс центра масс Это масса тела умножить на его скорость Для того, чтобы центр масс стоял на месте Надо, чтобы скорость центра масс равнялась нулю А значит Не только сейчас, но и в будущем времени Она должна равняться нулю Значит, скорость изменения импульса должна равняться нулю Следовательно, сумма сил внешних Приложенных к нашему телу Должна равняться нулю Это первое требование для покоя тела Но, кроме того Тело не должно крутиться Вот у него центр масс стоит Я напомню, что полный импульс Момент импульса Это сумма орбитального Плюс спинового Или орбитальный Это радиус вектор центра масс на R На P Плюс спиновый Но поскольку P у нас 0 А полный момент пропорционален угловой скорости Вот эта величина пропорциональна угловой скорости Эта скорость должна равняться нулю Полный момент должен равняться нулю Следовательно, спин должен равняться нулю А чтобы это было не только сейчас, но и всегда Надо, чтобы сумма моментов равнялась нулю Итак, второе требование Сумма моментов всех сил внешних Должна равняться нулю Вот эти два правила Являются требованиями к покою твёрдого тела Если раньше Когда мы говорили про какое-нибудь тело Которое соскальзывает с поверхности Мы его на самом деле считали точечным А рисовали его конечным просто для красоты Либо там брусок, либо автомобиль, либо что-то Мы все силы прикладывали Какой-нибудь одной точке тела Скажем, и силу тяжести И силу реакции опоры И силу трения Поскольку мы тело считали точечным Теперь так делать нельзя У нас тело не точечное И силы надо будет прикладывать К тем местам, к которым они приложены Да, сила тяжести будет приложена к центру масс Но сила реакции опоры Приложена к точке касания тела поверхности И сила трения действует Между поверхностями тела Она приложена вот сюда Поэтому теперь возникает проблема Как складывать силы Когда они приложены к разным точкам В случае точечного тела В случае материальной точки Таких проблем просто не возникало А вот теперь у нас конечное тело И одна сила приложена сюда А вторая сила приложена сюда Как же найти сумму этих сил? Мы умеем складывать два вектора Если они идут из одной точки Тогда надо нарисовать параллелограмму И их сложить Но теперь-то векторы приложены к разным точкам Так вот Во-первых, чтобы ничего не изменилось Надо, чтобы силы не менялись Поэтому длину вектора силы И направления менять нельзя Во-вторых, моменты силы не должны меняться Это значит, что расстояние От начала отсчета до прямой Вдоль которой действует сила Меняться не должно Отсюда мораль Если эта сила действует вдоль Вот такой прямой То абсолютно ничего не изменится Если я силу приложу не к этой точке А скажем вот к этой точке Потому что расстояние от начала отсчета Ну скажем отсюда До этой прямой Все равно останется одним и тем Итак, эту силу F1 Можно прикладывать сюда Сюда, 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 сюда Или сюда, или сюда Но только вдоль прямой действия силы Точно так же силу F2 Можно прикладывать куда угодно Вдоль прямой Вдоль которой действует сила F2 Ну а теперь вы, наверное, догадались о рецепте Что можно сейчас сделать Итак, силы можно переносить вдоль прямой Их действия Поэтому силу F1 Оставив такой же по величине и по направлению Я перенесу к точке пересечения прямой А силу F2 Я перенесу сюда А вот теперь у меня обе силы Выходят из одной точки И что я могу с ними сделать? Сложить И вот это будет суммарная сила F1 Плюс F2 Ее можно, конечно, приложить к этой точке А к какой точке еще ее можно приложить? Не обязательно? Нет, почему? Центр масс может здесь, где-то быть Но ведь мы ничего не изменим Если будем переносить силу вдоль прямой Которой она приложена И, например, суммарную силу можно сюда приложить Но тело будет точно так же двигаться Если суммарную силу приложить сюда Ничего не изменится И оказывается Что две силы F1 и F2 Можно заменить вот такой равнодействующий двух сил Приложенный Хоть сюда Хоть сюда Хоть сюда Хоть сюда Хоть сюда Оказывается В этом случае Для твердого тела Ничего не изменится Вот такое чудо Но такое чудо Наводит на очень неприятное размышление Давайте рассмотрим такое тело Штанга невесомая А тут Два Массивных шарика И пусть на них действуют силы F1 И F2 Как бы нам найти равнодействующие этих сил Нельзя ли эти две силы Заменить какой-нибудь одной Понятно, что прямые Ну скажем, это силы тяжести F1 Это М1Ж А это М2Ж Просто имеется два шарика Которые скреплены невесомой перемычкой Нельзя ли две силы Заменить одной силой Ну понятно, что Они действуют параллельно друг к другу И прямые, вдоль которых они действуют Никогда не пересекут Однако есть одна хитрость Совершенно понятно, что Если я приложу к этой штанге Две противоположные Одинаковые силы F И минус F Да ведь ничего не изменится Эти две силы действуют вдоль одной прямой И одинаковой длины Поэтому мы их можем перенести минус F сюда И сложить, сколько получим? Ноль Но зато теперь Мы можем поступить следующим образом Мы сложим эти две силы Это будет сила F1 плюс F И сложим эти две силы И получим силу F2 минус F А вот теперь, друзья мои Никто нам не мешает Продлить линии действия сил И эти силы переместить Сюда Это будет F1 плюс F А это будет F2 минус F А теперь мне никто не мешает Эти силы сложить И тогда F и минус F Умрут И тогда у меня получится Сила F1 плюс F2 Но теперь эту силу Можно перемещать Вдоль ее действия И понятно, что Мне удобно Ее переместить сюда И приложить сюда силу F суммарная М1 плюс M2G А можно ли как-нибудь рассчитать Точку приложения суммарной силы? Пусть это расстояние Х1 А это расстояние Х2 Посмотрите Вот этот угол Равен Равен вот этому углу А из равенства этих углов Вот этот треугольничек Подобен вот этому треугольничек А из подобия этих треугольничек Следует Что вот этот катет F кругленькая Относится к этому катету К F1 Как вот этот катет Х1 Относится к этому катету Давайте его H назовем И отсюда следует Что F1 Х1 Равняется FH Точно так же Рассматривая Вот этот треугольничек И вот этот Мы увидим Что они подобны И тогда F Делить на F2 Вот это F А это F2 Будет равняться Х2 Делить на H И тогда F2 Х2 Равняется FH А тогда мы Одно другому Приравняем И получим Да более знакомое Равенство F1 Х1 Равняется F2 Х2 Господа Это Архимедова Правила рычага Смотрите Если сюда Приложено равнодействующее То если я сюда Подведу опору Возникнет Сила реакции Которая Скомпенсирует Равнодействующее Тело будет в покое А когда Такой рычаг В покое Когда Произведение Силы На плечо Одно Будет равно Произведению Второй силы На его плечо Это еще В шестом классе Проходили Но господа Я сделал так Что я сложил Две силы И сохранил Их моменты Да Оказывается Можно Эти две силы Убрать А приложить Эту силу И действие Этой силы На такую Гантель Будет Точно таким же Как действие Этих двух сил Но если В эту точку Вы подведете Опору То наше тело Будет покоиться Ну понятно Куда будет приложена Равнодействующая Равнодействующая Сил Тяжести Как бы вы не Крутили Тело Запишите Пожалуйста Определение Точка приложения Равнодействующих Сил Тяжести Приложенных Ко всем Точкам Твердого Тела Как называется Называется Центром Тяжести Итак Если все Равнодействующие Если все силы Тяжести Действующие На все точки Нашего тела Вы сложите То эту суммарную Силу Понятно что Она окажется Равной МЖ Потому что Каждая сила Тяжести Это масса Каждого кусочка На Ж Ж вынесли Масса Сложится То вот эта Равнодействующая Сила Будет приложена К центру Тяжести Теорема Оказывается Элементарно Не буду ее Доказывать В любой Книжке Везде Доказывается Центр Тяжести Совпадает Знаете с чем? С Центром Масс Центр Тяжести И центр Масс Совпадают Друг С другом А вот Когда Я в молодости Развлекался Принимая Вступительные Экзамены На физфак На физический Факультет Университет Это было Очень выгодно Тогда у меня Была Должность Старший Лоботряд В смысле Старший Лаборант И там Всего лишь Один месяц Отпуска А Те кто Принимали Экзамены Они все Лето Гуляли Только Экзамены Принимали Но экзаменов Не так много Я быстро Сообразил Что мне надо Принимать Экзамены Так вот Комиссия Предметная Пока абитуриенты Готовились Занималась Тем Что друг друга На два балла Опускала По школьной Программе Очень интересная Работа Кстати Очень Поэтому Сейчас У всех У всей Комиссии У меня Тоже Есть внутренняя Уверенность Что я Любого Человека Могу Опустить По школьной Программе На два Бала Просто У нас Тренировка Большая Мы Хорошо Тренировались Так вот Такой был Саша Барабан Он задал Одну задачу Но все знают Что Центр тяжести Совпадает С центром масс А на самом деле Они совпадают Есть теорема Во всех книжках Доказывается Что центр тяжести Совпадает С центром масс А на самом деле Нет Потому что Господа Центр тяжести Совпадает С центром масс В том случае Если Ж у вас Константа Это в том случае Если Земля Плоская И во всех Точках Ж Одно и то же Тогда вы сможете Доказать Что центр тяжести Совпадает С центром масс А если Земля у нас Круглая То в этой Точке Ж И в этой Точке Ж Они во-первых Разные величины Поскольку расстояние До центра Земли Разное И во-вторых Они не параллельны Поэтому Для плоскоземельщиков Центр тяжести И центр масс Совпадают А на самом деле Они не совпадают Вот Если считать Что силу тяжести Создает Шарообразная Земля То они не совпадают А если считать Что же Одинаково То они Совпадают Ну и Последний Пример Из статики Представьте Себе Какое-нибудь Такое тело В невесомости Даже Ну балка Которой Приложено Две силы Ф1 Приложено Сюда Аф2 Приложено Сюда Понятно Что сумма сил Будет равна нулю Но такое тело Будет покоиться Нет конечно Эта балка Начнет Пропеллером Вот так Крутиться Несмотря на то Что сумма сил Равна нулю Для покоя тела Мало чтобы Сумма сил Равнялась нулю Надо чтобы Сумма момента Равнялась нулю Кстати таким Двум силам Вы не можете Придумать для них Равнодействие Даже Ясно что у них Сейчас Прямые вдоль которых Они действуют Параллельно Но даже если вы Добавите Одинаковые силы То что бы вы Не добавляли Суммарные силы Всегда Окажутся Параллельными Две такие силы Не имеют Равнодействия Такие две силы Называются Парой сил Пара сил Не имеет Равнодействия Ну конечно Со статикой Ну что вы Написали Листочек Народ Да Самое главное Статики Это вычислять Силы реакции Опоры Вот у вас Есть некоторая Балка Массы М Но если она Однородная То сила тяжести Приложена К центру тяжести И к центру масс Геометрический Центр балки И здесь Стоит две опоры Которые ее держат Тут Сила реакции Н1 Тут Сила реакции Н2 Но понятно Что Н1 Плюс Н2 Должно Равняться МЖ Одно уравнение Ну а второе Сумма моментов Должна Равняться Нулю Кстати Есть хорошая Еще одна Теорема Если сумма Внешних сил Равна Нулю То равенство Нулю Суммы Моментов Вы можете Вычислять Относительно Любой оси Какую бы ось Вы не выбрали Вращение Если относительно Ниё Сумма Моментов Ноль То относительно Другой оси Тоже будет Ноль Поэтому Относительно Какой оси Хотите А то и Крутите Ну например Если мы возьмем Ось Вот такую То понятно Что сила Тяжести Имеет Нулевое Плечо Здесь Поэтому Будут Моменты Только Этих Двух Сил У этой Будет Плечо Х1 У этой Х2 Эта Сила Стремится В эту Сторону Повернуть Тело Это значит Что Момент Этой Силы Смотрит Внутрь А этот Сила Стремится Повернуть Тело В эту Сторону Значит Момент Смотрит На нас Ну и Значит Второе Равенство Это М1 Плюс М2 Сумма Моментов Ну еще И момент Силы Тяжести Который Равен Нулю Должен Равняться Нулю Но М1 Это Х1 Н1 Должен Равняться Х2 Н2 А Н1 Н2 Равняется МЖ Два Уравнения Два Неизвестных Все найдется Вы найдете С какой силой Наша балка Давит на две опоры Но вот Вся беда в том Что если вы вдруг Поставите Третью опору У вас Сколько силы Реакции Опоры Получится А уравнений Два Оказывается Приближении Твердого тела Такая задача Не решается Эта модель Уже не работает Вам придется Думать о том Как тело твердое Прогнется Где оно Выступит Но это уже Совсем другая наука Вы уже балку Перестанете считать Твердым телом Это будет называться Сопромат Сопротивление Материалов Это отдельная Большая наука Очень даже Непростая Так что Модель Твердого тела Не только Противоречит Теории Относительности Она даже Не может Решить задачу Когда балка Стоит на Более чем Двух опорах Уже Твердое тело Не гонится Надо считать Как тело Погнется Кстати Чтобы тело Покоилось Надо Чтобы Опоры Были По разную Сторону От центра Тяжести Если вы Вот здесь Поставите Две опоры То никакого Покоя Не будет Но у вас Будет Сила Тяжести Так действовать И так Будут действовать Силы Реакции Опоры Но если Вы возьмете За ось Эту точку То обе силы Реакции Опоры Захотят В какую Сторону Крутить Тело Вот так Им будет Не скомпенсировать Друг друга Поэтому Такая штука Не может Находиться В равновесии Но в связи С этим Три школьные Задачки Которые Общеизвестны Первая Задачка Это вот Такой Есть Обрыв А там Море Холодное А тут Лежит Доска Массы М Длиной Л И торчит Она на Х А тут Идет Студент Массы М Точечной И читает Книгу Идет Со скоростью В Спрашивается Через Сколько Времени Станет Смешно Вернее Все зависит От того Смешно Или Грустно Пусть Студент Не умеет Плавать Тогда Что лучше Если он Один Упадет Или С доской Тогда Так вот В каком Случии Он упадет Один А в каком Случии Он упадет С доской То есть Он может Просто пройти И упасть А может Вместе С доской Кувырнуться Это зависит От того Насколько Доска Торчит Как ее Масса С массой Студента Соотносится Много Вторая Задача Которой Надо уметь Решать Имеется Стенка Шероховатая И тут Шар И шар Подвешен За Северный Полюс Так что Центр Шара И точка Подвеса На вертикали На одной Спрашивается При каком Коэффициенте Трения Шара Стенку Такое Возможно Я утверждаю Что стестенка Скользкая Такого Не получится Должно Быть Определенная Сила Трения Ну и Последняя Знаменитая Задача Это задача Времен Советского Союза Имеется Речка Широкая И вам Надо построить Мост через Эту речку И вам Завезли Много Одинаковых Балок Длиной Л И массой М Они Однородные Но как всегда Не завезли Ни клея Ни цемента Ни винтов Соединять Балки А мост Строить Надо Чтобы сдать Проект И вы Решаете На одну Балку Класть Другую Балку На нее Класть Третью Балку И так Строить Вы не Собирайтесь По этому Мосту Идти Вам Надо Только Проект Сдать И комиссия Не собирается Надо Чтоб он Простоял Пока Была Комиссия Спрашивается Какой Длинный Мост Вы Сумеете Построить Накладывая Балки Одну На Другую Подсказка Мысленно Надо Строить Мост Наоборот Надо Начать С последней Балки Чтоб Она Не Кувырнулась Надо Следующую Подвести Как Минимум Под Центр Тяжести Правильно Вот Сюда Ну Понятно Что Пополам Ее Надо Подвести Теперь У нас Получилось Вот Такое Тело Чтобы Это Тело Не Кувырнулось Надо Куда Подвести Под Его Центр Масс Вы Подвозите Сюда Третью Балку Чтобы Оно Не Кувырнулось И так Далее Вот Это Самый Лучший Алгоритм Строить Такой Туфтовый Мост На самом деле То что вы сосчитаете С той стороны Так же мост Настроить Так мосты На самом деле И строят Ну чтобы Раствор не очень Напрягался Их так И строят Спрашивается Какой длины Так можно Построить Мосты Ответ Такой Что Какой угодно Обычно Думают Что Как только Балка Повиснет Над первой Вот где Нибудь Здесь То это Все Рухнет Нет Не рухнет Так Можно Построить Мост Какой Угодно Длиной Но Это Надо Доказать Это Надо Доказать Ну что Написали Давайте Спасибо Спасибо Я понимаю Короче При выходе Каждый Вот здесь На углу Перед выходом Будет против Своей фамилии Ставить крестик Понятно Поиграем До конца Ну вот Про статику Пожалуй Все